Человек по своей натуре быстро привыкает к хорошему, такова его природа. Поэтому сегодня все самое необходимое для жизни деятельности находится в шаговой доступности. При этом люди хотят жить в комфорте и уюте, дышать чистым воздухом. Для улучшения экологии окружающей среды Брестский областполком принял ряд решений, благодаря которым воздух в городе над Бугом станет еще чище. Одно из них закрыть мусоропроводы в подъездах многоэтажек. В связи с чем проводится закрытие мусоропровода? Есть ряд нормативных документов, программ. В частности, есть государственная программа «Комфортное жилье. Благоприятная среда». 2016-2020 год, сегодня эта программа имеет 2021-2025 год, в которой одной из организационных мер является именно закрытие мусоропроводов с той целью для повышения раздельного сбора отходов. Мусоропровод, как конструктивный элемент жилого дома, он, скажем так, не добавляет жителям возможности разделять отходы. Это раз. И еще, как антисанитарный элемент, скажем так, участвует в доме. Потому как из первого этажа многие жители всегда жалуются, потому что, находясь непосредственно возле камеры, где стоит контейнер, да и, в принципе, все отходы же понятно, и жидкие, и все, оно может стекать. Люди, скажем так, у нас есть разные, что-то скрывать, поэтому ситуация возникает, скажем так, антисанитарная в том числе. Сегодня порядка 80% дворов Брестской области имеют специальные площадки для раздельного сбора мусора. Некоторые задаются вопросом, зачем вообще отходы выбрасывать отдельно. Ответ прост. Это позволяет отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых, а также выделить отдельные типы мусора, пригодные для вторичного использования. Именно эти действия позволяют не только вернуть промышленный оборот на максимум материалов, но и сократить расходы на вывоз мусора, а также снизить углеродный след окружающей среды, в том числе сохранить площадь мусорных полигонов. Люди в общей массе это понимают и стараются избавляться от отходов, разделяя их. Я даже не знаю, как лучше, не лучше. Ну, я думаю, все-таки, если 21 век, все-таки у нас сейчас преобразования идут, чем мусоропровод будет в доме, лучше вынести по отдельности. Это не проблема. Пожилые люди жалуются, что не могут выйти? Ну, это шаговая доступность всего лишь навсего. Есть, может, соседи могут вынести, может, родственники, может, есть соцслужба какая-то этих обслуживает. Поэтому я считаю, что это порядки вещей. Видите, все выносят, все не жалуются. Вопрос утилизации мусорных отходов стоит остро во всем мире из-за своей затратности. Но есть страны, где побороли эту проблему. В Швеции, к примеру, 99% мусора перерабатывается. Беларусь идет по такому же пути. И для этого профильным предприятиям выделяется немало средств. Только на Брещене еще в 2020 году для организации сбора вторичных материальных ресурсов выделено порядка 3,5 миллионов рублей. На закупку спецтехники и более 22 тысяч контейнеров, чтобы площадки по сбору мусора всегда находились в шаговой доступности. На сегодня в городе Бресте порядка 300 контейнерных площадок, которые состоят на балансе завода. Эти площадки можно отнести к совмещенным. На этих площадках присутствуют контейнеры для раздельного сбора и для смешанных отходов. Когда произвели устройство мест сбора с оснащением контейнером для ВМР, то мы сразу значительно увеличили раздельный сбор отходов. Люди к образованному месту, где стоят разные емкости, тоже подходят, скажем так, с инициативой где-то, где-то понимая, информационной работы может где-то недостаточно в этом плане. Ну, потихоньку, с каждым годом, я как, скажем так, отвечающий за раздельный сбор по городу, могу сказать, что мы с каждым годом стремительно прирастаем. Креативная и идущая в ногу со временем брестская молодежь знает и понимает, для чего закрывают мусоропроводы и устанавливают углубленные контейнеры и внешние для раздельного сбора мусора. Поэтому им и так не надо ничего объяснять. Я считаю, что идея хорошая. Во-первых, санитарное состояние самого дома улучшается. Но реализация, я считаю, как бы такая, посредственная. Потому что в этом еще, в данном месте еще нормально. Но вот там есть еще такая вот мусоросборник. Он постоянно, особенно летом, там мусор в районе разбрасывается, а летом еще и вонь стоит такая, запах неприятный. То есть, как бы доработать особенно, если, допустим, дворники там убирали бы каждый день, это было бы лучше гораздо. Сколько людей, столько и мнений. Люди пожилого возраста в основном негативно относятся к тому, что мусоропроводов в домах больше не будет. Наверное, сколько там, 30 или 20 лет назад люди же думали тоже по этому вопросу, что их делали. Ну, их же делали, исходя из каких-то инженерных соображений, для того, чтобы удобно было. Приятно было бы выйти зимой в пургул, мусоропровод кинуть, пакетика. А так выходи, морозь кости сюда. Сколько человек, столько и мнений будет. Мне надо одно, другому надо другой. Ну, что молодым надо? Одна нога тут, а другая там. И побежал. А старому уже совсем, старому совсем другой. Но и это можно и решить. Это вопрос добросердейшее. Пожилым людям и родным, и соседям испокон веков было принято помогать. Это так человечно, так мило проявлять толику заботы по отношению к тем, чья жизнь нелегка по старости и состоянию здоровья. Мы узнали мнение жильцов о закрытии мусоропроводов в их домах. Стоит отметить, что мнения разделились. Кто-то за, а кто-то против. Но надо все-таки признать, что это делается во благо в целях сохранения экологии и санитарного состояния подъезда. Все-таки во всем мире уже давно отказываются от скопления мусора в жилых помещениях. Вот и Брестский обл. сполком принял постановление, в рамках которого пора заканчивать с антисанитарией. Скоро мусоропроводы уйдут в небытие.